Приветствую вас. И ввиду сложности ситуации, хочется сказать, что давать какие-то, значит, советы вам здесь было бы уже немножечко непрофессионально. Итак, сначала нужно узнать, сколько вам и вашей сестре лет. После этого нужно поговорить именно с сестрой, чтобы понять, чего она хочет от пса. Хочет ли она его как-то унизить? Хочет ли она его как-то обидеть? Хочет ли она ему сделать что-то? А дальше уже вам нужно помочь для себя решить. Будете ли вы поддерживать это или нет? И ваш выбор, свой выбор, вам нужно делать исходя не из того, что, значит, говорит ваша сестра, а то, что вы сами чувствуете, то, что вы сами видите, и то, как вы верите или не верите своему отцу. Понятно, что сестра ваша вряд ли смогли и захочет показывать, доказывать вам тот факт, что был факт насилия. Но подробно раскрытие ситуацию, следствием которой стало ваше знание об отце. То есть, почему вы узнали? Как вы узнали? Что произошло незадолго до этого? Какие отношения сестры со сцом? Дело в том, какие у них, кстати говоря, важный момент, какие у них разногласия и наполнечивую. Потому что обвинение, которое выдвигает сестра, очень серьезно. И если это обвинение ничем не обоснованное, не подтвержденное, а лишь только слова, то, к сожалению, таким словам верить нельзя. Если вы не сможете использовать все те средства, что я вам сказал, то тогда ничего не остается, кроме как устроить вам и отцу, и вашей сетре точную ставку. Чтобы и отец, и сетра вместе оказались в одной комнате, и ладно, чтобы они не могли оттуда выйти, и обсудить этот вопрос, главный на глаз, в вашем присутствии. И вы поймете по их реакции, кто из них врёт. А самое главное, вы интуитивно будете чувствовать, кому вы верите. Отцвы ли сетре. И здесь, если явных доказательств нет, нужно руководствоваться только тем, чтобы чувствовать, что говорит вам интуиция. Потому что доказывать, пытаться искать доказательства, это в данном случае гиблоидео. Вы можете, и вы имеете на это право отказаться вообще от этой ситуации, и сказать, вот ты знаешь, сетра, вот правда, вот я не верю, значит, в тебе. То есть я даже не то, что не верю, я понимаю это тебе сложно, но что ты мне предлагаешь? Ты предлагаешь, чтобы я портила отношения со своим отцом. мне этого не хочу. То есть вам нужно сделать выбор. И понять, что довольных, чтобы все были довольны, и сетра, и ваш отец такого не получится. Сетра сама решила идти в абарк. Она решила идти в атаку. Она решила идти в бой. И теперь уже остановить ее у вас не получится. Потому что если она выбрала это, она уже будет идти своим курсом намеченным. Не важно, правда это или неправда, она будет идти. Ее во мне переубедить. Ну и вот выберите на все ее стороне. Для этого вы можете поговорить, если нужно, и с отцом, если нужно, поговорите с сестрой еще раз. И вообще использовать все возможные моменты, которые я вам предложил. Вот. Но в итоге вам нужно все равно отталкиваться от того, что вы вообще чувствуете сами. что вы вообще сами ощущаете. Может отец ваш так сделать или нет. Потому что это поступок никогда не может быть продиктован здоровьем. Это никогда не может быть продиктовано. Удовлетворенность, отцена, если это какие-то проблемы. Есть у вас, есть у вашего отца такие проблемы или нет. Знаете только вы. И поэтому, если нужно, либо очень подробно во всем разбираться, чтобы вы рассказали все, что знаете, например, о своем отце, о сестре, про историю взаимодействия отца и сестры. И далее, собственно, кому это выгодно. То есть, что получит ваша сестра в случае, если выяснится, например, что отец ее нацелу, для широкого круга людей, что получит отец, если он выяснится, что он это делал, и так далее. То есть, все это нужно учитывать. И тогда уже, наверное, принимать решение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.